Ира, да? Ира, Коткина, архистика. Ты меня будешь порезать? Я тебя не помню. Ваня, здравствуй. Ира Коткина, архистика. Вы в коммунистике? Да, да. Да. Ира Коткина. Ира Коткина, архистика. Ира Коткина, архистика. А я их уже подготовлен, это совершенно ясно, что мы приходили уже в уже большее количество навыков, я бы сказал, информации. Информация, это не так, как они были. А навыки у нас были. И чечесное понимание музыки у нас было. И поэтому можно наращивать. Сейчас нам приходит все с учетом того, что получаем руки на первом курсе очень много, но это очень интересное, ребята, очень интересное, и вот они сами в консерваторию привнесли очень много цен, ну, допустим, помните, как мы получали депутат, мы управляли бегунок, подписанный, шли во двор кадров, и где-то там, в коридорах первого этажа, получали депутат вместо бегунов. Все, все торжество. Сейчас он уже на протяжении многих лет, это настоящий праздник, это праздник в Большом Зале Консерватории, где собираются все их профессионалы, все их родители, все их друзья, новый партнер. И вот там практически целый день, сначала получение дипломов, также и сам, потом вручение наград, очень интересных также, потому что у нас предпочитательский совет есть, который обеспечивает и финансовую цель, и там, и административные правила, и обеспечивает то, что становится, ну, как-то их религией. Ну, например, сейчас стоит такая награда «Лучший выпускник года». То есть на каждом факультете определяется вот тот студент, который на самом деле имеет очень моральное право говорить об имени консерватории. И он получает такую серебряное золото в статуэтку и соответствующий диплом, просто как маленькая иллюстрация. Вот это касалось и педагогов. Вот те наши любимые педагоги, которые, слава богу, не ушли из жизни, а нас окружают, они сейчас получили продолжение той традиции, которая была в этом пункте прервана запись на мраморной доске. Ну, молодой зал. Последняя доска символически пуста. И вот мы долго думали, как ее продолжить или нет. Решили, что действительно продолжать очень рискованно, потому что тут раньше был просто принцип «год прошел» и понятно кто. А если прошел не год, а полвера, тогда как дальше вот этот спецназ? И мы решили не трогать эту доску, она сама по себе такая, знаменательная. И вот теперь каждый год, каждый, подчеркиваю, уже три года это прошло, ученый совет тайным голосованием избирает пятерку наездравствующих педагогов, у которых за плечами 50 лет работы с консерваторами. Оказалось, таких много. И таким образом возникли вот эти, собственно, первые среди и первых. И первую пятерку я тут могу назвать. Это Геннадьникова, если даже есть источник. Его уже нет. Успеем. Это Наталья Николаевна Шаховская, ее уже нет. Успеем. Это Михаил Сергеевич Воскресенский, слава богу, рядом с нами. Это Екатерина Михайловна Царькова, тоже ждешь до нами. И это кто из того, что он был? Барсова. Барсова. Барсов. Это Доренский. Доренский. Доренский тоже с ним. И вот уже три года подряд такого рода, это, наверное, самое главное, когда человек увидел, что он уже, так сказать, за беззаветное служение консерватории подостоин этой чести. Помимо до этого, как человек увидел, настоящего золота довольно крупного, такой медаль Николаевича Эйнштейна, денежное время полмиллиона, и все это в совокупности, в общем, как раз все и накрашивает. И сами студенты, вот они что привезли в нашу жизнь, а то у нас не было когда мы были, они придумывали студенческий бал. Вот весенний студенческий бал, он проходит у нас же 5 раз, вот это всецело студенческие инициативы, то есть нам было тут помочь. Вот они получили хореографический скруппы, где они действительно умеют танцевать, потому что первая половина это такие байные танцы, потом все переодеваются, вторая половина – мать иноамериканцы. Это продолжение, в общем, никаких праздников, которые мы видим. Ну и вот на самом деле студенты нас радуют, потому что они, хотя истат иными, они несут нашу жизнь, особенно после того, как выходят за пределы этих стен, особенно сознают вот эти самые свои долгие связи. Мы сделали только ассоциацию амбоматоров, которые имейте в виду, где восстанавливали наш генназь, и вот со всего мира, как раз вот когда мы отмечали юбилей консерватории, появились вот эти самые добрые песни. А в этом году у нас не только 50 лет нашего поступления, еще 150 лет первого выпуска. То есть это будет очень большой праздник, и вот весь концертный сезон этого года, он выстроен так, чтобы ставшие мировыми именами консерваторцы приехали и сыграли, дали мастер-класс и, соответственно, пообщались. Так что вот такой эпицентр событий как раз сегодня позволяет нам порадоваться и тому, что мы здесь собрались. Мы вот музыковидные теоретики, не дострелены в наше время, как оно историко-теоретически сейчас называется, одно у теоретики как башнирский. Поэтому первые, кто так собрались, это вот тот франк, вот он сейчас тоже не в полном виде, но мы уже это обещали. Поэтому сегодня мы очень рады, что Юр-класс, когда строил инициативу и собрал те, кто учились на разных комплектах, на которые одно и трое. Поэтому мы вас от души приветствовали, давайте эту первую рюкку, который сосал. Харфат в нашем сезоне. Так, теперь сядем, закусим.